МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире дежурный репортер. С вами Антон Рассказов. В ближайшие 20 минут я и коллеги-корреспонденты Народного ТВ и расскажем о том, что произошло самого важного за эту неделю в Кировско-Апатитском районе, что были в курсе. Начинаем выпуск с актуального, наверное, главного события последнего месяца 2016 года, который ожидают жители Кировска и Апатитов открытия Белореченского путепровода. Когда, когда начнем ездить не в объезд и почему произошла задержка? Ответы на эти вопросы дает глава администрации Апатитов Николай Бова в материале Дмитрия Сергеева. Один из самых популярных вопросов в Апатитах, когда откроется Белореченский путепровод. Работы на нем еще идут. Строители устанавливают световые опоры и ограждения. Уже точно известно, что в ближайшее время на мосту начнет работать приемочная комиссия. А запустят движение здесь в конце первой декады декабря. Так объявили в администрации. Такую осторожность с формулировкой объясняют тем, что сроки уже несколько раз переносились. И пока не будет стопроцентной уверенности, что подрядчик сделал все, не будет и точной даты. Они ведь сделали самое основное, самое сложное. А вот вовремя опоры освещения, чтобы пришли, чтобы вовремя пришло ограждение, поставить лестницы, которые там должны быть. На это должного внимания своевременно они не обратили. Ну, результат. Более определенно с дорогой к храму. Откроют ее к 10 декабря. А на этих выходных уже заработают светофоры. Сложности для пешеходов там заключаются в том, что они раньше ходили по одному маршруту, а сейчас, оказывается, немножко нужно сворачивать, чтобы попасть на пешеходный переход. Но, учитывая то, что там стоят светофоры, в том числе и пешеходные, я думаю, по течению быстро к этому привыкнут. Дорогу к храму откроют в рабочем порядке, а на путепроводе запланировано официальное мероприятие. Хотя для водителей важнее не торжества, а возможность как можно скорее проехать по обновленному мосту. Когда откроют свои двери новая поликлиника, задают вопрос с нашим корреспондентом, жителями к району Кукисвом Чор. Ремонтные работы продолжаются уже месяц, новостей нет, может быть, вообще не откроют, переживают кировчане и добавляют. Идут слухи, что ремонты приостановлены. Что там происходит на самом деле, и когда запланировано открытие, учитывая, что до конца года осталось меньше месяца. В сюжете Арина Когилевой. Подрядчик, это мурманская компания «Вежа», работает без выходных, спешит уложиться в срок до 20 декабря. И опасений, что задержится, пока нет. Ведь основной объем работ уже произведен. На сегодняшний день работы, в общем-то, в стадии завершения. Все внутренние работы планируем закончить к 15 декабря. Работы по внешнему благоустройству планируем закончить к 20 декабря. Ну и, соответственно, весь уже объект будет приниматься в районе 20 числа. В первую очередь была выполнена перепланировка помещений под конкретные кабинеты. Также на объекте были полностью заменены инженерные сети. Монтаж подводки холодного водоснабжения на улице к самому зданию, разводка горячего и холодного водоснабжения в подвальном помещении, смонтирована новая система отопления, включая элеваторный узел, на стадии завершения монтаж системы вентиляции. При этом электросетями и электрооборудованием занимается Кировская горэлектросеть. Отделочные работы также включили полный спектр. Полы, стены, оконные блоки заканчиваются работой по устройству потолков на очереди радиатора, отопления и двери, а также монтаж пожарной сигнализации и завершение работ по наружной отделке. Так что с высокой вероятностью новая поликлиника станет для жителей микрорайона, новогодним подарком. У воздушной гавани Хибин аэропорта новый руководитель. С Алексеем Борисовичем Кулясовым встретились наши корреспонденты и выяснили, с чем связано назначение и какие задачи стоят перед вторым гражданским аэропортом Мурманской области. В детстве Алексей Кулясов мечтал стать, как многие мальчишки, летчиком или космонавтом или капитаном. В итоге закончил Московский авиационный институт и сразу приступил к практике. Занимал должности, начиная от диспетчера на перроне, заканчивая с заместителем генерального директора аэропорта. Алексей Борисович занимал руководящие посты в аэропортах таких городов, как Набережные Челны, Ставрополь и Самара. Предполагается, что его назначение в аэропорт Хибины связано с масштабной реконструкцией, которая здесь проводится в рамках государственно-частного партнерства по проекту развития хибинского туристко-рекреационного кластера. У нового руководителя серьезные планы. Я намерен запустить терминал, намерен сделать реконструкцию, намерен обеспечить должный уровень сервиса и комфорта для пассажиров, для авиакомпаний. Намерен развивать сеть маршрутов. До тех пор, пока я способен это делать, и у меня получается делать, я готов этим заниматься. На данный момент аэропорт Хибины сотрудничает с авиакомпаниями Псков Авиа и Северсталь. В среднем за день совершается несколько рейсов по направлениям Москва и Санкт-Петербург на самолетах CRJ-200 и Ан-24. По словам Алексея Борисовича, его главная задача – реализовать проект по созданию здесь серьезного рынка авиаперевозок. Будут добавляться курортные направления. Но это, скорее всего, чартерная программа, либо чартер на регулярной основе. Это, соответственно, наш отдых, это Северный Кавказ, это Сочи, это Симферополь. Неизбежно. Плюс, соответственно, в зависимости от политической обстановки, от вопросов безопасности по мере их решения, соответственно, это ряд направлений для лоукост за границей – это Египет, Турнс. Плюс, соответственно, мы понимаем, что предприятия края датируют эти перевозки, ну, оплачивают, скажем так, перемещение своих сотрудников к месту отдыха. Поэтому этот рынок есть, и он должен быть, скажем так, реализован здесь, а не в Мурманске. Также генеральный директор аэропорта Хибины озвучил, что с некоторыми авиакомпаниями уже ведутся переговоры. В Кировске появился еще один спортивный объект. Вообще-то он не совсем зимний. В администрации спорткомплекса «Горняк» уверены, что и среди любителей некоторых зимних видов спорта он найдет своих почитателей. Скейт-парк на Кировском стадионе рядом с хоккейной коробкой возник буквально в считанные дни. И вот уже практически готов к приему посетителей. Работа заняла 10 дней. То есть ребята начали, в принципе, достаточно объем. Причем в таких условиях, вот в зимний, то есть в снежный период им не легко пришлось и чистить снег, и лед таять. Ну, за 10 дней не справились. Конечно, скейт-парк в понимании большинства людей – летний спортивный объект. Но, похоже, речь не про данную площадку. По заверениям авторов проекта, которые сами на протяжении десятка лет разрабатывают и монтируют такие парки, эта конструкция способна послужить и любителям некоторых зимних видов спорта. Объект называется скейт-парком. Катаются роллеры, велосипедисты, скейтбордисты. Зимой могут даже кататься сноускейтеры и при большом желании сноубордисты. Этот объект, он очень интересен, потому что он связан в один фанерным полом. То есть все объекты, они представляют из себя как бы единую конструкцию. Есть две конструкции, которые мобильные. Их можно передвигать, комбинировать, как бы по желанию именно райдеров. Такое заявление для заказчика оказалось, к слову говоря, приятным сюрпризом. Горняк рассчитывал порадовать кировчан и гостей города еще одним летним спортивным объектом, а получил всесезонный. Так что если молодежь проявит к скейт-парку интерес уже в зимний период, он не будет закрываться на зиму и будет в свободном доступе в период работы стадиона. Мы, как компания, которая занимается этим очень долгое время, сами катаемся, сами любим это дело и знаем, что хотят сами райдеры получить. И поэтому мы строим скейт-парки не для того, чтобы просто построить, а для того, чтобы люди катались, прогрессировали, научались новым каким-то элементам, трюкам. Сдача в эксплуатацию нового спортивного объекта намечена на первые числа декабря. Так что пора вставать на скейты. Сноускейты. Лучшая молодежь области в Апатитах. На этой неделе в молодежном социальном центре прошел один из этапов областного молодежного форума. В город приехали активисты, общественники, лидеры организации и волонтеры. Вместе ребята делились идеями, обсуждали и разрабатывали планы на работу на грядущий год. В Апатитах собрались молодые активисты из Лавозерского района Мончегорска, Кировская, Апатитов. От старшеклассников до рабочей молодежи. Здесь нет лекций, семинаров, записываний информации в блокнот. Только активное и живое общение нон-стоп. К примеру, ребята собирают карту пазл области. И каждый рассказывает, чем живет и что есть уникального и интересного в его районе. Тем самым идет обмен опытом, идеями и проектами. У нас вообще 12 человек в Ревде. Именно 12 человек волонтеров, кто занимается волонтерским движением. В основном это патриотическое воспитание. Но в данной ситуации сейчас мы, благодаря этому форуму, очень много интересного, что я могу лично провести со своими детьми. А это ребята из Мончегорска, члены молодежной экологической организации «Северное сияние». Молодые люди организуют субботники, убирают город и акваторию озер. На это дело подростков мотивируют простыми вещами. Мы их мотивируем. Это в первую очередь неравнодушие к своему городу. То есть люди, которые никого не заставляем, хотя они сами приходят и покажут, что город Мончегорск, они его любят и хотят, чтобы он был чистым и красивым. Не без гордости можно сказать, что все приезжие участники форума отметили высокую работу с молодежью, которую проводят в аппетитах на базе МСЦ. И это понимают в областном министерстве. Говорят, не каждый город может похвастаться таким центром. Особенность этого молодежного центра, мне кажется, заключается в том, что именно он работает по принципу «Приди сюда с идеей, а мы тебе поможем ее реализовать». То есть это не мнение взрослых людей о том, что должна заниматься и чем должна заниматься молодежь. Это ваши идеи и наш опыт. И совместно с этими идеями мы будем реализовать ваши проекты. Задача организатора форума – создать единую межмуниципальную команду, которая выйдет сработать за пределы своего города, а в перспективе охватит и всю область. Поэтому сейчас такие форумы проходят в основных городах региона. А под Новый год представители молодежи всех муниципальных образований соберутся на финальный региональный молодежный форум. С 1 по 10 декабря в Мурманской области проходит Декада СОС под девизом «Оставайся на линии жизни». В рамках Декада в учреждениях культуры, здравоохранения, образования спорта и молодежной политики пройдут мероприятия, решающие одну задачу – обратить внимание общественности на проблему распространения наркомании и, как следствие, ВИЧ-СПИДа. Акция проходит на территории Мурманской области, начиная с 1998 года. И уже в этот четверг, 1 декабря, в Апатитском психоневрологическом интернате состоялся концерт, посвященный Декаде, а также Международному дню инвалидов. «Дорога у добра» – так называется праздник, организованный работниками и проживающими Апатитского психоневрологического интерната. Он открывает череду мероприятий Декады СОС. «И настроены, нацелены на то, чтобы привлечь общество к тому, чтобы хотя бы в такие декадные мероприятия делать добро людям, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Порой не нужно ничего такого особенного для них. Улыбка или какое-то дружеское участие позволяет сделать их просто счастливыми». В интернате проживают 500 человек. Многие из них занимаются в кружках рукоделия, пения, играют в теннис, бочу, увлекаются спортом. В учреждении даже есть свой хор. К Международному дню инвалидов и началу Декады СОС ребята разучили новые песни. «Этот праздник проходит каждый год. Он считается как бы ежегодным. Мне все нравится». На празднике присутствовал настоятель храма новомучеников и исповедников российских отец Василий. Он подарил руководителям интерната иконы православных святых, а ребятам сладости. «Идти дорогу добра может каждый. В Апатитах много людей, которые постоянно помогают и поддерживают людей с ограниченными возможностями здоровья. Это студенты, волонтеры, представители туристических фирм, библиотек, служители церкви. В рамках Декады пройдет немало культурных и спортивных встреч. Это выставки, игры в боча, мастер-класс по фигурному катанию и не только». Социальные сети на помощь детям. Автолюбители в Кировско-Апатитском районе, объединенные группой в социальной сети ВКонтакте, к Новому году запустили акцию «Новогодняя сказка». Активисты собирают средства и подарки для ребят из детского дома имени Булычева в Старых Апатитах. И делают это уже не первый год. Интернет-группа называется «Ивзаимопомощь на дорогах 51». В ней состоит более 8 тысяч человек. И первой записью идет сообщение о благотворительной акции «Новогодняя сказка». Ее главная особенность – помощь оказывать не всему детскому дому, а конкретно каждому ребенку. «Приносили вкусности всякие, сладости, игрушки. Кто-то из детей просил что-то из одежды, допустим. Вот одежду приносили. Ну, в основном по заказу детей». Список составляют в детском доме. Дети не просят ничего сверхдорогого. Им нужен конструктор для игр, футбольный мяч, плеер с наушниками, одежда, шапки, толстовки, футболки, рюкзак. С детским домом активисты сотрудничают уже давно. Приезжают на праздники, дарят подарки. Летом, например, устраивали для детей пикник. «Их поездки, приезды дети очень ждут, потому что дело даже не в тех подарках, которые они привозят, они всегда приезжают с подарками, а просто во взаимоотношениях с детьми. Они приезжают с семьями, с детьми, даже с грудными детьми приезжают». Что касается отчетности, то, как и в прошлом году, она будет тщательная, чтобы любой, присоединившийся, видел все прозрачно. «На сайте группы будет выложена отчетность, собственно, куда потрачены были деньги, сколько было собрано денег, то есть чеки, фотографии с поездки, видеоматериалы». Сбор средств и подарков продлится до 20 декабря. Поездка в детский дом состоится 24-го, ровно за неделю до самого главного семейного праздника страны. Если вы хотите присоединиться к акции, поздравить ребят из детского дома, получить подробную информацию можно по телефону, который на ваших экранах. А сейчас самое время для информационной рубрики с агентством ХИБУН, форум-бюро новостей, который рассказывает журналист «Велоспедист» Михаил Исейф. Михаил, добрый день. Добрый день, Антон. Михаил, в календаре увидел, что на днях отмечали день борьбы с домашним насилием. Что в апатитах по этой проблеме вообще? Напряженная обстановка? Как отметили? Да, Антон, в апатитах день борьбы с домашним насилием, отметили невиданным всплеском домашних побоев. Среди этих случаев, кстати, есть и совсем уж шокирующее. Ну что, послушаем? Внимание, внимание! Говорит информационное агентство ХИБУН, форум-бюро. ХИБУН, форум-1, химинформ-3. На приеме, химинформ-1. Автопатруль на маршруте. На связи Михаил Елисеев. Вот этот подъезд, расположенный в доме номер 6 по улице Бредова, в Апатитах, к сожалению, слишком хорошо знаком местным полицейским патрульно-постовой службы. В одной из квартир этого дома проживает молодой человек, который постоянно избивает своих родственников. Достается как маме молодого человека, так и его престарелой бабушке. Бабушка буквально вот этим летом еще ходила на своих ногах. Я видел это собственными глазами. Теперь пожилая женщина парализована. Она лежит в своей комнате и не поднимается. На днях полицейским пришлось снова выезжать в этот злополучный подъезд. Дверь в квартиру им, правда, никто не открыл. Но из-за нее раздавались шум борьбы, крики о помощи и просьбы. Ломайте, ломайте дверь, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Туда же вызвали расчет МЧС. А пока огнеборцы добирались до квартиры, чтобы вскрыть входную дверь, полицейские, как заправские психологи, начали уговаривать засевшего в квартире малолетнего садиста сдаться. Юной злодей попытался покинуть квартиру через окно. Но поскольку такие фокусы он проделывает уже не в первый раз, и полицейские о них, естественно, прекрасно осведомлены, под окном его уже ждал патрульный. Буяна скрутили, надели на него наручники и привели обратно в квартиру. А теперь самое интересное. Обе потерпевшие, и мать, и бабушка, категорически отказались писать заявление с просьбой привлечь его за свои проделки к ответственности. Сложившаяся практика показывает, что подобные безнаказанные случаи домашнего насилия заканчиваются, как правило, одним. Снова люди в форме, снова человек в наручниках. Вот только уезжает он далеко и надолго, да и жертва уже никогда никому не пожалуется. Бытовое убийство – это страшная штука. Очень не хочется прощаться на такой негативной ноте, но что поделать, такова жизнь. Смотрите народные телевидения Хибина, читайте сайт хибанформ.ру, оставайтесь с нами, увидимся через неделю. Пока-пока. И о том, какую погоду обещают синоптики на ближайшие дни, расскажет Юлия Копанева. Здравствуйте, с вами Юлия Копанева, и сейчас о погоде на ближайшие дни. На дворе декабрь, а это значит, что зима вступила в свои права. По прогнозам синоптиков, выходные в Кировско-Апатитском районе будут морозные. В воскресенье 4 декабря в Апатитах в течение всего дня ожидаются осадки. Температура воздуха – минус 9, минус 11 градусов. Днем ветер слабый до 3 метров в секунду. К вечеру прогнозируется усиление. Порывы – до 10 метров. 5 декабря также возможны осадки. Температура воздуха днем до минус 8, а ночью – до минус 9 градусов. Днем возможны прояснения. Порывы ветра до 4 метров в секунду. В Кировске 4 декабря столбик термометра опустится до минус 10 днем и до минус 12 ночью. Возможен снег в течение всего дня. В первой половине дня ветер слабый до 3 метров в секунду. К вечеру прогнозируется усиление до 10 метров. В понедельник 5 декабря температура воздуха днем минус 7 и небольшой снег. К вечеру похолодает до минус 11 мороза. В течение всего дня ветер северных направлений до 7-8 метров в секунду. С 8 по 11 декабря в Апатийском дворце культуры состоится выставка-ярмарка «Новогодняя карусель». Вас ждут елки, елочные украшения, карнавальные костюмы, сувениры и подарочные упаковки. Для детей будет работать клуб мультфильмов. Проводятся развлекательные программы «Веселые посиделки у Снегурочки», «Зимние забавы», «Дед Мороз и Снегурочка зовут в гости». Ежедневно будут проводиться мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров и подарков своими руками. Подробнее с афишей вы можете познакомиться в группе Народного телевидения ВКонтакте. Это был прогноз погоды специально для программы «Дежурный репортер». До встречи. Это был последний материал выпуска. Я прощаюсь с вами. Желаю хороших новостей. До встречи в следующую субботу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова